Доклад о создании профсоюза Крановщиков Санкт-Петербурга. Высота. Здравствуйте. От себя лично участвовал в мероприятии, где крановщики приняли решение создать свой профсоюз. Данное мероприятие было очень важно, в том числе и для меня, потому что большинство профсоюзов, которые проходят через меня, соответственно, они создаются где-то, и я непосредственно там не участвую. И как бы все это идет в переписке, очень происходит длительно. А здесь именно создавался профсоюз буквально за три часа. Это, конечно, было такое очень грандиозное мероприятие. И именно в этот момент, когда это все происходило в течение трех часов, вел его Михаил Васильевич Попов. Его основная роль именно принадлежит именно в продвижении того, что нечем стоять на месте, потому что люди могут ходить долго вокруг одной и той же темы, встречаться на работе, говорить очень долго. Но пока не создана организация, все это не приобретает вообще никакого движения. То есть сошлись, поговорили, разошлись, дальше ничего. По этому мероприятию я понял, что именно организация первичной профсоюзной ячейки, это как раз и есть тот шаг вперед, который сподвигнет в дальнейшем развивать и двигаться по пути улучшения условий труда, зарплаты и подобных мероприятий. И на этом мероприятии понял вот одну такую очень важную вещь, что мы вот в партии говорим, ездим на Российский комитет рабочих, более-менее в курсе о профсоюзах. Но люди, которые вокруг нас, то есть потребность в обществе, в нашем российском обществе, движение вперед именно в создании первичных профсоюзных организаций, вообще профсоюзных организаций есть. Но люди очень боятся именно вот этого первого шага, сделать вот эту организацию. То есть возникают вопросы по всяким, то, что для нас кажется мелочи, то это для людей не мелочи. То есть, например, долго перетиралась проблема об уставе. То есть люди не понимали на этот устав, нам предлагают какой-то устав, нам хотят ввязать какую-то организацию. Там нас сейчас поработят и заставят платить какие-то деньги, неизвестно кому, да кому мы это нужны. И вот этот вот момент объяснения того, что никуда вас не тянут, что устав он обычный, что это просто вот такая формальность, вы можете на каждом собрании собираться и переделывать устав. Давайте возьмем хотя бы поначалу устав Федерации профсоюзов России, потому что он есть. Там ничего плохого нет, там есть как раз за все хорошее против всего плохого. Просто вот давайте пройдем вот эту стадию написания протокола, чтобы там все было под федеральный закон 10-й, то есть, что собралось не меньше трех человек, что приняли устав, что в повестке то-то, то-то, то-то. И вот это вот разжевывание вот этих вот мелочей заняло именно время. И после того, как уже людям объяснили, что никто не собирается с них не брать никаких денег, что просто вам тут помогают и больше ничего. И вы, это вы, это ваша организация, это ваш профсоюз, мы всегда рядом, мы поможем, но за вас мы это ничего в принципе делать не будем. И ваши деньги, конкретно ваши деньги никому нам вот вообще не нужны. Вот это на это все ушло очень много времени. То есть, основное было не именно написать протокол, который вот один написали, смяли, скомкали. И хорошо, что был момент, что писался второй протокол, потом это размножили. То есть, организация сейчас создана, но еще раз говорю, опыт неимоверный и классный. И сейчас я понимаю, что для продвижения даже вот моих вот этих медицинских профсоюзов, даже вот этот вот опыт, он очень важен, потому что я понимаю, в какую сторону идти, когда объясняешь вообще, из чего, ну вот с чего начать делать организацию. Ну, поздравляю, в общем, крыльевщиков, естественно, еще раз, что у них создался такой профсоюз. В ближайшем плане, конечно, уже надо работать в том, ну, увеличении численности. Ну, и здесь опять та же самая, та же самая вещь, как и раньше, как вот то, что мы, ну, как бы обсуждаем постоянно. Если в тех организациях, которые именно заводы, фабрики, какие-то производственные, ну, плюс даже служащие, где есть большой коллектив, и речь идет о коллективном договоре, да, можно, надо сформировать повестку, за что будет бороться именно профсоюз, для чего он создан. Тут то же самое. То есть сейчас конкретно крыльевщики, я думаю, в ближайшее время должны сформировать именно те задачи, за что они будут бороться, вокруг чего они будут формировать профсоюз, численность увеличивать. Опять стоит то же самое. Это формирование повестки, именно вот требований, за что, чтобы они подходили, в принципе, всем, не только в Санкт-Петербурге, но, наверное, во всех регионах, потому что объединяться надо в монополию, которая будет по всей России. Ну, в общем, я был рад, чтобы побывал на этом мероприятии, все видели меня там на вид записи, это я тоже там махал руками, в сторону разводил, что я только там не делал. Восьмую ветчиную рубашку с собой не взяли. Для себя, в общем, вот такое вот дело, очень-очень важное для меня конкретное мероприятие. Но, в принципе, для нашей партии, потому что мы... Для крановщиков. Что это встает? Не, ну для крановщиков это естественно. Давайте я что-нибудь скажу. Давайте. Давайте. Конечно. Давайте, давайте. Одному страшно? Я председатель профсоюза крановщиков. Спасибо большой партии за помощь, которая нам предоставляет за общение. Ну, мы идем вперед, мы общаемся. С вашей помощью. Вот, сегодня мы присутствуем на вашем собрании. Смотрим, как вы общаетесь. Мы будем общаться, двигаться вперед тоже. Все учитывать. С медиками будем общаться ближе. У них опыт больше, чем у нас. Вот. Самое главное нам объединяться. Будем встречаться, стараться придвигаться. И с вами тоже будем в партии рабочих. Может быть, на съезд по улице тоже вот приведем, кто-нибудь от нас поедет. Спасибо. Ну, опыт все равно нужен нам. Сразу, сразу, вот так заманивай. Сказание вроде собирается. Мы сейчас с ними как бы уточним по встрече. Вроде бы поедут крановщики. Я так в курсе собирается. Сегодня мы с Вадимом пообщались. А можно вы просто задать, а сколько человек сейчас подсоединяется? Ну, скажем, порядок какой-то, 20? Машетка. Нет, нет, мало нас, мало. Потому что мы только вот начали, и собраться, как бы еще мало опыта собраний у нас, чтобы собраться больше коллективом, пока не получается. А настроение, скажем, в профессиональной среде как? Конечно, очень все уже устали рабочие, как сказать, от этого гнета, от этих переработок по часам, от этих нарушений от всех, от работодателя. И от начальства, ну, есть, конечно, как сказать, переживают за свое рабочее место, боятся каких-то движений. Ну, есть и ипотеки, есть у кого-то дети, и люди боятся. Как бы вот надо коллектив, чтобы сплотился, будем двигаться, защищать ихние, потом профсоюз будет ихние права. Будем стараться как бы вот так вот. Ну, сейчас мы пообщались, мы, ну, как бы сейчас, в ближайшее время, надо помочь сформировать именно того, с чем, ну, как вот мы делаем выжимку из коллективного заговора. Соответственно, надо сформировать основные требования к работодателям, вокруг которых сплотить и увеличить численность именно профсоюза кривщиков. То есть сейчас конкретно еще нет вот этой вот, ну, конкретно сформированных, простых, ясных и понятных для всех требований, за что будет бороться и вокруг себя сплачивать профсоюз. Вот этого сейчас нет, и без этого именно вокруг себя ничего не объединить, потому что, когда приходишь к любому человеку и начинаешь говорить, то тебя спрашивают, а за что я? И вот это вот надо четко сказать, четко дать бумагу, четко дать прочитать, и тогда люди понимают, да, есть. А как мы будем это добиваться, соответственно, тоже надо это все тоже представлять. Поэтому вот от нас сейчас, ну, как бы, Вадим сформировал, как бы, просьбу помочь именно в формировании вот этих вот требований. Что конкретно, то есть у них есть требования, осталось их, ну, именно оформить, чтобы было понятно, да. Ну, понятно, есть требования, они уже как-то написаны в таком-то виде? Или пока только еще говорили? Нет, формируюсь, нет, есть умные люди, есть у нас крановщики, как бы, опытные, и идеи свои предлагают, как бы, есть, есть наработки. Как бы, мы еще смотрим на казанцев, какие у них ошибки были, крановщиков. Я имею в виду, что если есть эти самые какие-то материалы уже, то через Гришу киньте. Он летает, как газеты, просто, письменные материалы нужды. Нет, мы, в общем, смотрите, есть там Дмитрий такой, он очень много продуцировать предложений, надо вот это, чтобы он это все, у него есть уже разработки, мы с ним говорили уже об этом. Все это надо оформить, понимаете? Я об этом говорю. И мы через свои каналы, конечно, на всю Россию распространим эти все, вокруг чего будем призывать всех крановщиков России сплачивать. В общем, как будет что-то, киньте, следующим этапом, после этого будет написание статьи. Шестого числа собрания, мы приглашены, поэтому, я думаю, до шестого уже что-нибудь решится. А так, работа нам помогает, опыт есть, мы общаемся. Ну и еще раз говорю, надо вокруг чего-то, соответственно, требования оформляются, сделать, а потом их могут, можно черкать, выбрасывать, добавлять свои, будет с чего начать. Просто видите, даже насчет зарплаты сейчас заминка, то есть начинали с 500, а сейчас начинают думать, много-мало. С чего 500? Нет, нет, не думают, что много-мало, правильно, потому что... Сейчас, сейчас, 500. Там считают... Серьезно? А что это скромно? Скромно, я говорю, что это скромно. Зарплату кромочковщика должно быть 200, примерно, от 150 до 200. А, месяц. Да, и к этому надо подводить. Без перерабатывать? Без перерабатывать. Без перерабатывать. Да, очень много часов перерабатывают, устают. Ну, это можно отдельно скромно. Вот, этими вопросами, эти прорабатывать... Нет, конечно. Должен максимально быть за словом, чем не будет. Так что это, Вадим, короче, выходите на меня, пусть Дима на меня выходит, мы сформируем, хоть что-нибудь на бумаге напишем, и в дальнейшем к шестому числу к собранию уже надо что-то подготовить, чтобы не просто собираться, а уже обсуждать что-то конкретное. Потому что, видите, повестка на собрание, она формируется уже заранее, чтобы это все не проходило впустую. Можно даже повестку заранее раздавать, чтобы люди знакомились в насилии, но уже шли бы с головой, но в голове, чтобы было уже, о чем будем говорить. А то, видите, мы в прошлый раз собрались, когда просто садимся, пришли люди, которые просто не в курсе ничего, и примерно час потратил, чтобы людей просто в курс делали, и на этом очень сложно. Ну, мы сейчас еще группу Высота ВКонтакте я создал, чтобы стараться быть новичков в Санкт-Петербурге, в основном туда будем, и будем общаться не только в ВКонтакте, но и ВКонтакте. Ну, и, соответственно, у нас в партии, да, еще раз повторюсь, есть такой вариант, что если что-то очень нужно, в принципе, может рабочее, за рабочее дело, именно весь номер посвятить, да, ну или какие-то моменты посвятить коронечка. Да, 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 да. Спецвыкус. Нет, ну, в смысле, плод, допечатнул, да, допечатнул. Я заглубил, Евгений Евгений. Все, спасибо. Спасибо. Началось все с того, что товарищ Обединов из Казани, который общался там с казанскими крановщиками, прислал нам контакт Вадима Викторовича Лебедева из Санкт-Петербурга, крановщика, и я ему позвонил, вот он, который здесь выступал, я ему позвонил, мы договорились о первой встрече, первая встреча, вот она тоже не полностью была опубликована, по которой вы видели, что это была встреча, на которой, в общем, была осознана необходимость создания профсоюза, что, в общем-то, на самом деле не все крановщики, может быть, и до сих пор понимают. Многие из них говорили, что нужен какой-то совет крановщиков, а что такое совет? Ну, это что-то говорить, вот они так себе сами понимают, им собраться надо, это они понимают, но как бы совет, это все равно поговорить, такой совет. А тут профсоюз все-таки, это уже юридический статус у него, можно сказать, есть совсем другое дело, и он уже какой-то другой настрой дает. Хоть тут и было сказано, что Михаил Васильевич вел, но на самом деле, Михаил Васильевич там большую роль играл, но все-таки на собрании был председатель собрания Вадим Викторович, и секретарь был собраний, так что, в общем, крановщики, можно сказать, и сами вели, и это я к тому, что с крановщиков все должны брать пример. Вот эти ролики выложены не просто так, любой может посмотреть и просто повторить, то же самое сделать, сделать профсоюз. Для этого не нужен никакой Михаил Васильевич, нужно просто собраться, от трех человек и больше собрались, рабочих или любых трудящихся, и вот также открыли собрание работников профессии, выбрали председателя собрания, секретарей, или одного секретаря, или двух, и протокол написали, все вот эти пункты, повестку дня, ну, в общем, все, как у нас в роликах, и это может сделать любые работники, которые хотят сделать себе профсоюз. В общем-то, так, видео посмотреть, там ничего особенно сложного нету. Вот. Ну, вот, мы вообще думали, что крановщики сами создадут профсоюз, как бы, в промежутке между первой и второй встречей, но вот как-то они не сорганизовались, все-таки у них недостаточно пока вот темы вот этого к организации собственной. Ну, вот, поэтому пришлось нам помочь им на втором собрании, но вот на втором собрании все четко уже избран были председатель и секретарь собрания, и потом крановщики сами голосовали, мы, естественно, никто не участвовали ни в каких голосованиях, сами крановщики там голосовали, выбрали сами председателя профсоюза, заместителя председателя профсоюза, крановщиков. Они все боялись, что это какой-то не их профсоюз, что им куда-то надо там будет в чужой профсоюз, это чисто ваш профсоюз крановщиков. Ну, просто, ну, тут уже говорили об этом, что просто нужно, ну, нужно какой-то устав. Вот, взяли такой устав Федерации профсоюзов России. Это просто та федерация, с которой мы сами, это наши товарищи, мы их знаем, мы им доверяем, и мы участвуем в их работе, и поэтому это вполне логично взять именно этот устав за основу. С другой стороны, вы в любой момент, там, на любом собрании соберетесь и пересмотрите что-то, или вообще полностью сами напишете, это вам никто не препятствует. То есть, это полностью, 100% ваш профсоюз. Вот, что можно сказать? После того, как опубликовали на видеоканале, на нашем ролике, сразу начали выходить на связь некоторые товарищи. Вот, вышли крановщики, стали задавать вопрос, а только ли крановщики башенных кранов могут туда вступать, или другие, вот. И, опять же, сами крановщики, члены профсоюза решили, что да, пожалуйста, любые другие тоже от этого, если это активные товарищи будут, они только усилят профсоюз. Вот, опять же, по всем этим вопросам рабочим, это уже, по сути, не к нам, это чисто к профсоюзу, крановщиков. Вот, я считаю, это хороший пример, отличные создания профсоюза, и на видеороликах все наглядно, и видно, что, в общем-то, это все просто. Так-то, что там такого? И, я считаю, что это вообще можно, вот, наша партия, она может это сделать, ну, как такая массовая партийная деятельность, ничего тут. На самом деле, если бы мы вот точно так же сработали бы с метростроевцами, ну, привлечь там одного-двух из них активных, начать бы с ними вот так же, и они бы тоже создали профсоюз, а так как-то это все ушло... А, надо, чтобы был один-два активных. Ну, да, вот, тут Вадим Викторович, это, конечно, там, большую активность. Есть, у нас поддержка, у меня ребята есть. Ильяс тоже молодец, вот этот, который заместитель, он, видно, что он такой товарищ наш человек, вот, по его рассуждениям я понял, что это борец за справедливость, и... Молодец, Ильяс. Он сейчас и изучает кодекс трудовой. Правильно, вот это правильно, трудовой кодекс, о профсоюзах, и так далее. Да, все, что иметь, глава работала. Вот, да, тут уже говорили, мы приглашены на следующую встречу, это уже заседание профсоюза крановщиков, а мы там будем, может быть, как консультантов нас примут они себе. Мы к вам сюда приедем, в гости. Сюда тоже. Ну, еще можно поблагодарить наших дизайнеров из партии, которые сделали эмблему для профсоюза крановщиков. Да, мне понравилось. Товарищ Мигранов и, как, Полина, Полина Кошкина. Полина Кошкина. Вот, и еще там некоторые подключаться стали, дизайнеры. Так как я в партии являюсь председателем инициативного комитета первичных профсоюзных организаций, и ко мне идут звонки, в последнее время стали идти, ну, как бы, намного чаще, то на местах хотят организовать профсоюзы, и возникают припоны буквально вот с такой ерунды, и это останавливает. Вы даже не поверите, что останавливает. Останавливает то, что не знают, как написать протокол. Все, товарищи, то есть есть интернет, есть какие-то, можно везде посмотреть. Но вот как и все, и стопор, это же такое вообще вот прям вот, и вот протокол невозможно составить, и все, и поэтому мы не будем создавать профсоюз. Мы не понимаем, как написать устав, у нас не будет никакого профсоюза. Поэтому сейчас в наших информационных источниках должно появиться информация, что именно, что вот как выглядит протокол, берите за устав вот это, что ничего страшного нет, в любой момент можете и устав переписать, и все свои решения переписать. Просто, что все это просто, и главное не в этом. Вот главное не в этом, когда вот не вот в этой вот ерунде. А вот дайте нам юрлицо, еще вот это начинается, вот это канитель. Ребята, вы сформируйтесь сначала, вы выработаете общую какую-то политику, что вы хотите, там подобное. Далеко еще до этих юрлиц, далеко в этом профсоюзе. Потом мы вас присоединим куда угодно. Хотите в КТР, хотите в ППР, куда хотите. Главное, организовывайтесь на местах. Вот этого не понимают. То есть, что про такое? Нам надо протокол, и с этим куда-то уже идти в юридическую контору. Не надо. Не надо. Вот этот вот момент надо вот освещать. Не понимают это люди. Еще раз говорю, потребность сейчас просто выросла многократно, вот за код просто вот. Но людям надо объяснить, что вот это мелочи, и не надо на них вот столько внимания обращать при формировании профсоюза. Все, спасибо. Товарищи, да, я тоже присутствовал на двух подготовительных собраниях, встречах, которые мы проводили на площади Мужества. В первый раз пришло человек 5-7, наверное, крановщиков, и второй раз вот Вадим был, а остальные все новые были люди. Поэтому так и было. Обстановка такая, каждый раз люди обсуждали, а что мы хотим, чего мы хотим сделать. И во второй раз уже, да, Михаил Васильевич действительно так организовывал, направлял в то русло, что второй раз уже собираемся, надо как-то двигаться вперед. Вот, а обстановка была такая нервная, потому что люди действительно первый раз об этом слышали. И мы действительно там были те, кто и против съемки возражал, и против протоколов. Но вот я просто хочу поделиться. У меня такой вот был эпизод. 13 лет назад проходил службу военной академии связи, и там были такие офицерские собрания большие. И был ли докладчик, и вот пришел один раз из МВД офицер и рассказывал об обстановке в Санкт-Петербурге. Так он говорит, вот есть три самые криминальные сферы в Санкт-Петербурге. Первое – строительство. На втором месте – фармацевтика. На третьем месте – наркоторговля. То есть, понимаете, строительство – это такая сфера, где неудивительно, что люди могут чувствовать себя тревожно. И поэтому то, что крановщики даже на таком сейчас этапе соорганизовались, мне кажется, это очень большое у них достижение. А для нас, Рабочая партия России, ну, все прекрасно знают, что у нас на каждом съезде ставится на год задача – это работа с профсоюзами, внесение научного социализма в рабочее движение. на этом общем звучит. А конкретно, как делать? Были, какое-то время назад у нас совсем были слабые связи с профсоюзами. Тут вот у нас медики восстали вдруг неожиданно за год. А с крановщиками вообще, мне кажется, отлично получается. И это и есть задача нашей планеты – помогать в таких начинаниях. Поэтому Вадиму Валентиновичу, Виктору Викторовичу всегда поможем в этих вопросах. Это первое. Второе. Вот хотел еще поделиться, что, например, по опыту МПРА. Я просто так получилось, состою в МПРА, потому что там был профсоюз айтишников. Но айтишники народ, знаете, сегодня здесь, завтра там так все как-то поразъехались. Но в МПРА связи остались. Сейчас в Питере, вы знаете, так как Костяк это был, завод Форт его закрыли. Там сейчас. По-моему, что тут. И так активно ведется работа первички. Но тем не менее, я о чем хотел сказать. На собрании корынощиков был вот этот вопрос с уставом очень так остро обсуждался. Так вот, действительно, пока это все в становлении, нет никакого юрлица. Почу у вас в то же время. Да, все, с уставом можно быстро разбираться. Просто не понимать. А когда МПРА уже, знаете, зарегистрировано, там это уже все давно юридически подписано, вам захочется внести изменение устав, это уже проблема становится, что надо переоформлять, перерегистрировать. А сейчас у вас пока руки абсолютно свободны в этом плане. Поэтому действуйте. Спасибо. Поможет. В заключении, что надо сказать? Что, конечно, как Владимир Александрович совершенно верно сказал, задача коммунистов это соединение научного социализма с рабочим движением. Я думаю, в постановлении надо записать, что всем членам партии оказывают всемирное содействие в становлении и работе в союзе коробщиков. Предлагаю вам так? Нет, нет. А вам? Еще? Ну, это так, это очень конкретно надо сделать, поскольку процесс уже пришел практической поздно. То есть, сказать практическую помощь в выдвижении требований в составлении проекта коллективного договора о проследствии. Там, 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 там не будет коллективного договора. А вот оказать на будущее. Сегодня не будет опортировать. Нет, в принципе, здесь же как оно в сети у соглашения? Тогда соглашение на сегодняшний вложение сначала требовали. Выдвижение требований по той же же проекта соглашения. Да? Так, есть предложение проголосовать о помощи по Союза высота в выдвижении требований и составлении соглашения проекта. Выдвижение проекта требований по составлению соглашения. Да, это соглашение. Кто за? Против отбежавшихся фондиногорску.